31 мая в казахстанском календаре отмечен как день памяти одной из самых трагических страниц истории страны массовых политических репрессий голода повлекших гибель миллионов человек он отмечается в казахстане с 1997 года по данным историков годы сталинского режима было репрессировано более 100 тысяч казахстанцев из которых расстрелян был почти каждый четвертый казахская интеллигенция была беспощадно и жестоко расстреляна от голода погибло около трети населения территории казахстана народ собирается на встречах посвященных разным датам у нас до сих пор нет тех людей которые действительно понимают масштабы глубину последствия этой трагедии большинство не понимает всей трагичности никаких компенсации никаких духовно-нравственных условий не создано эти вопросы сегодня рассматривают странах балтии украины кокшетау состоялась республиканская научно-профессическая конференция политические репрессии в северном регионе новые факты источники пленарное заседание прошло в рамках дня памяти жертв политических репрессий в стенах кокшетауского университета имени шукана олеханова встретились научные сотрудники преподаватели докторанты магистранты и работники музеев и библиотек по поводу дня 31 мая который 97 году официально был принят как отмечать как день скорби как день памяти и поэтому я рада что меня пригласили и как читали надо такую стену памяти такую стену скорби всем гуманитариям журналистам историкам литератам всем студентам и спирантам есть на чем заняться восстановить эти имена участники конференции выступили с докладами об этих трагических страницах истории они представили новые исследования на основе документов и архивных материалов также в областном центре состоялась выставка посвященная дню памяти жертв политических репрессий мы организовали выставку представлено более 20 книг памяти о погибших во время политических репрессий наших граждан представителей интеллигенции в этот день вспоминают тех кто безвинно погиб исчез или пострадал от политических репрессий принудительной депортации тех кто умер от голода в годы коллективизации на площади независимости прошла церемония возложения цветов к стелле 31 мая конечно это значимое политическое событие которое имело место в 30-е годы 20 50-е годы прошлого века мы знаем что политические репрессии репрессии голод они были направлены на то чтобы подавить может быть свободу мыслей до подавить может быть какие-то демократические настрои в обществе сама репрессивная компания проходила несколько этапов это она начала 20-е годы когда те скажем деятели алаша до национальной интеллигенции выступали против проводимые политики национальной политики линии наставина и так далее потом она продала продолжалась уже во время галашокина во время кампании так называемый малого октября когда были насильственно депортированы или конфискованы имущество баев кулаков и так далее просто невинных людей потом она продолжалась в виде политической репрессии уже против национальной интеллигенции мы знаем лидер в интеллигенции это и алик амбеков мужа хабдулатов ахмед байтусом в том числе и наши земляки как читавцы лице шаймир дина кошек голова а был хаир досова там тлевлина зараб тимир бекова и многих других всего вот мы начитали примерно 150 деятелей да которые действительно были патриотами вот своей родины патриотами своего народа коза халкуным басны кузг он кейлы кейлы были тяжелые годы пережитые казахским народом один из них политические репрессии голод народ пострадал помимо голода были репрессированы 103 тысячи человек из них 25 тысяч человек расстреляны в тот страшный период пострадала каждая республика советского союза казахский народ пострадал в годы массовых политических репрессий не меньше других в лагеря отправили многих видных деятелей науки и искусства вечная память всем безвинно пострадавшим в апреле 1993 года в казахстане принят закон согласно которому начали работу специальной комиссии по реабилитации жертв массовых политических репрессий на территории республики и